Привет! Я потихоньку продвигаюсь по маломальски нашумевшим сериалам. И сегодня пару слов о фильме 2017 года «Большая маленькая ложь». Вам тут понравится? Сейчас вышел второй сезон, но я хочу сказать пару слов о первом. Очень странное ощущение от фильма у меня стало. Дело в том, что сериал этот прекрасно сделан, отлично прописаны диалоги, драматические коллизии, сцены, эпизоды в целом. Все прекрасно снято и, в общем, выдающимся образом сыграно. Ты меня совсем психопаткой считаешь? И еще могу много-много слов сказать о великолепном цехе производителей, если бы не одно «но». Он ужасно до боли в зубах предсказуем. Даже мной, человеком, которого обмануть гораздо проще, чем обмануть 7-летнего ребенка, были предсказаны обидчики дочери Ренаты Клэйн. Или Клайн. Сучка. Это было очевидно сразу. Второй главный косяк – это убийство. Серьезно, я весь фильм думал, что нельзя в таком сложном сериале взять и просто убить самого гадкого из персонажей. При этом авторы старательно пытаются увести меня в сторону, пытаются сбить с толку, но, честно говоря, у них мало что выходит. Здесь все безжалостно соперничают. Кого убьют, понятно, сразу, хоть я и старательно отгонял себя эту мысль, назвал ее наивной, очень простой. И когда убили главного негодяя, я был все же немножечко разочарован. Из безусловных плюсов сериала – это высвечивание проблемы домашнего насилия. Это очень круто показано, та грань, на которой балансируют все члены семьи, надежда женщины на исправление, уверенность мужчины в том, что лаской и нежностью можно сгладить, нивелировать все приступы бешеной агрессии. Это очень точно сделано. Мужчина всегда останавливается в шаге от непоправимого. Женщина надеется, что это был последний раз, и что он хороший папа, и все такое. Защитник семьи, и т.д. и т.п. Он гораздо моложе нее. Селест, красивая? Наверное. Хотя по факту он главный агрессор. В общем, все прощается, а потом повторяется вновь и вновь, усиливаясь и усиливаясь. Тема насилия сделана с блеском, причем не только семейного. Персонаж Шейлин Вудли борется со своим желанием отомстить обидчику. Бывший и нынешний муж персонажа Рис Уизерспун все время находится в состоянии, предваряющем драку. В общем, при всем благообразии жителей, их высоком достатке, хорошем воспитании, они все готовы к насилию в любую минуту. И зачастую насилие воспринимается как единственный возможный инструмент. При этом они часто меняются местами, превращаясь из жертвы в агрессоры и наоборот. Это сделано очень круто, и только ради этого стоит посмотреть этот сериал. Перчатка брошена. Ничто не успокоится, только взорвется. Часто сложно понять, что движет человеком, который терпит насилие дома. Вот вам наглядная демонстрация мотивов, желаний и надежд человека, как терпящего, так и творящего насилия. Я бы этот сериал сравнил с романом Анны Каренина, которым я уже всех, похоже, задолбал, судя по количеству просмотров. Тоже очень точный, сложный, очень противоречивый герой положения и взаимоотношения. И тоже всем известный, ну в данном случае, понятный финал. Не думаю, что авторы хотели, чтобы финал был понятен, но он понятен. Вот, собственно, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, а то кто вам еще расскажет о том, о чем и так всем известно. Будьте счастливы, не валейте, пока. Так мы правда называем это убийством? Субтитры создавал DimaTorzok